В последнее время остро обсуждается вопрос перевозки грузов, а именно цитрусовых, через Абхазо-Российскую границу. В целях выяснения ситуации, сложившейся на границе, наша съемочная группа выехала на место. С первых чисел ноября начался мандариновый сезон. Крестьяне и торговые организации Абхазии активно начали вывозить цитрусовые из Абхазии в Россию. Однако во время перевоза товара через Абхазо-Российскую границу они сталкиваются с рядом проблем. Это в первую очередь связано с тем, что частное лицо, провозящий цитрусовый товар, должен заплатить 8 рублей за килограмм. Это подвердили сами торговцы. На вопрос, кому и за что, ответили – за пакет документов для перевозки товара. Куда там оформляешься, когда заезжаешь, бумаги там через веса все пропускают. И обратно сейчас… Ну это брокерская компания. Брокер, да, там стоит 2 года. Глава кончика, там все брокеры. Еще несколько лет назад в Абхазии были отменены таможенные пошлины на ввоз и вывоз сельскохозяйственных товаров. Таможенный комитет Абхазии введет лишь статистику перевезенных грузов. А что касается оформления документов на право перевоза грузов через Абхазо-Российскую границу, то им занимаются брокерские компании, общество с ограниченной ответственностью брокер, таможенный брокер и таможенный сервис. Им выдана лицензия на право занятия данным видом деятельности на определенный срок таможенным комитетом Республики Абхазия. В случае замечания каких-либо нарушений со стороны брокерских компаний, таможенный комитет расторгает с ними договор и изымается лицензия. Что касается брокерских компаний, то они занимаются посредничеством между участниками внешнеэкономической торговой деятельности и таможенными органами. Брокерская компания занимается непосредственно посредничеством между участниками внешнеэкономической деятельности и органами таможни. То есть к нам люди обращаются за помощью в том смысле, что мы заполняем грузовую таможенную декларацию. За это у нас существуют согласованные с таможней тарифы, наш приз-курант. У нас есть лицензия, которая выдает таможня. Вот за свою деятельность конкретно непосредственно мы заполняем вот эту декларацию, подготавливаем весь пакет документов, который необходим для предоставления в таможенные органы. И после этого мы выставляем счет банковский, безналичный расчет. За наши услуги, вообще стоимость наших услуг 2500 рублей. Это независимо сколько там товара? Вообще не зависит. Вообще, хоть там, допустим, если взять вот сейчас цитрусовые, да, даже если тысячу тонн, может, 10 тысяч тонн мы можем оформить по одной грузовой таможенной декларации, за которую мы берем 2500 рублей. Что касается 8 рублей за килограмм цитрусовых, то такую сумму и никакую другую они не изымают, тем более с частного лица. К ним могут обратиться только индивидуальные предприниматели. Это абсолютно неправда. Вообще, это нас никак не касается. Никаким образом, ни копейки у нас там с этого 8 рублей или там. Вообще, абсолютно нас это не касается. Мы, вот опять-таки говорю, берем, выставляем счет за наши услуги 2500 рублей. Составляет сумма наших услуг. Все. Кому же платят физические лица 8 рублей за перевоз одного килограмма цитрусовых, остается вопросом. На российской стороне правила провозки товара не изменились. Как сообщают российским СМИ сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер», в личных целях на человека из Абхазии можно провести бесплатно 50 килограммов сельхозпродуктов в месяц. А вот предпринимателям, закупившим фрукты на продажу, нужно заплатить 18% в НДС. Никакими таможенными пошлинами товар не облагается, действует режим свободной торговли. Тем временем на пешеходной части моста можно наблюдать большое количество торговцев, провозящих товар на тачках. По их словам, если объем товара превышает 50 килограммов, то на российской стороне их возвращают обратно. Однако существуют и обходные пути провозки товара. Само собой не бесплатно. Это смотря на кого из сотрудников таможенного комитета России нарвешься, говорят они. Как отмечают перевозящие груз физические лица, то в последние дни усилился контроль на российской стороне. Так Жанна Ахсалба, перевозящая товар, а точнее мандарины на легковой машине, вынуждена была вернуться обратно, так как ее не пропустили на российской стороне, объяснив тем, что у них комиссия. Нас не пропускают на русской стороне. Вот уже неделю свыше 50 килограмм мы не имеем права проносить, нас останавливают там, фотографируют и все такое. Ну а как они это объясняют? Они объясняют, что комиссия вроде какая-то у них есть. Они сказали, комиссия не может и денег. А раньше как вы переходили? Раньше переходили нормально, неделю назад все было нормально, я полногруженно проходила. Ситуация на Абхазо-Российской границе с перевозкой грузов доставляет массу неудобств в первую очередь обычным гражданам, пытающимся реализовать свой товар. И в целом нет прозрачности в деле перевоза цитрусовых и других сельхозпродуктов через Абхазо-Российскую границу. Абхазо-Российская граница